Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители Шахмана, с вами Владимир Добров, мы отправляемся прямиком на Scaling Open, второй день соревнований. Напомню, что после первого дня соревнований, после пяти туров, впереди была Нижигерина, у вас Сергей Корякин, о котором мы сегодня с вами поговорим, поговорим о его творчестве, к сожалению, замыкал таблицу. Ну что же, обо всем по порядку, и сегодня поглядим на основные такие вот интересные моменты в его партиях второго дня. Итак, партия против Венита, итальянская партия, можно сказать, уже в табе в определенном смысле слова, и пересекаются они часто и с испанскими построениями, в частности, такие вот классические позиции, черный провели F5, белый провели Каня на G3, слон ушел в засаду. Ну и первая критическая позиция, где белый провели D4, ED, и Сергей здесь немножко ошибся, на мой взгляд, дал очень важную фигуру, и после чего черный захватили напрочь игровую инициативу за счет двух слонов и перспектив в центре. Немножко туповатая фигура у белых, слона C1 в частности, но это не самое главное, в частности, опять-таки, я говорю, что главная задача играть в таких соревнованиях быстро и уверенно. Ну и вот, в общем-то, Сергею в этой партии немножко повезло. Итак, посмотрим, как это было. Значит, в какой-то момент Сергей был готов согласиться на ничью, но амбициозный видит, известный индийский шахматист, очень талантливый парень, продолжил, логично продолжил играть на инициативу. И, в общем-то, это ему удавалось до поры до времени, и в какой-то момент он поринулся конем в район поля F4. Пришлось Сергею перестраиваться, но отметим, что Сергей здорово всегда находит ресурсы защиты. Понял, что два один из тех моментов, которые, конечно же, надо следить за ходом владелета F3. И проводит C5, очень сильный ход от ведита, он оживляет. С одной стороны слон на B6 становится совсем дураком, прошу прощения, особенно после D5. Но на самом деле слон сидит в засаде, как и слон на H7. Черные провели кони F4. После размина как раз-таки был момент для черных, когда они могли эту пешку двинуть. Итак, угрожал ход ладья E7, поэтому черные защитили седьмой ряд. И после хода кони G4 вот это как раз-таки момент для черных и настало. Стоило сыграть C4, освобождая как раз-таки работу слона по большой диагонали. Вместо этого последний ход король G8. Таким образом он защищался от хода кони H6. И белый здесь классный ход. Нашли кони H5. Теперь возникают удары, возможные врывы на G7, H6, на E7. То есть белые фигуры немножко нависли на позиции черного короля. И немножко не разобрался здесь видит. Ну, сыграл он логично. Ход слон G6 сделал. Однако после блестящего хода кони F4, мы видим, что конь атакует слона. Также будем брать крайне опасно из-за хода ладья E7. Пришлось играть слона F5. А в этот момент слон конь. Точнее, слон конь. Слон. В общем, конь. Конь попал на E6. Да, и в итоге, конечно, эта фигура стала очень мощной. И мгновенно переворот случился в парте. Прежде всего, психологически. Сделал неудачный ход еще один. Ладья А8. Ведит. И теперь белые фигуры начали играть. И Корякин здорово воспользовался. Ферзь G3. Классный перевод. Король H7. Ферзь А4. Угрожает конь G5. Привернулся король обратно. И еще одно подключение ладьи. Мы видим, мгновенно декорации поменялись. И уже черный король в опасности находится. С4, но поздно. Ладья Ф3. Пришлось отдавать важную фигуру. Слона теперь конь на E6. Он просто мощный. Невероятно. После ферзь Ф3 последовал еще один сильный ход. ЖФ, позволяющий таким образом белым организовать еще дополнительную возможность связанную с ходом F4 и F5. Плюс ко всему, конечно, открывается и линия Ж. Но и ЖФ просто сам по себе ход сильнее, чем ферзь Ф3. Также атакована пешка на С4. Ладья А5, ферзь С4, ферзь Ф7. В общем-то, через несколько ходов выяснилось, что победит Зевнову. Ферзь Ж6 от Зевнову. И очень, очень круглый. Корякин выиграл. Вот такая важная победа в начале второго игрового дня. Придала ему силу на следующей партии. Идем к следующей партии. Следующая позиция. Зарисовка против Веслисо. Веслисо добился вот такой вот подавляющей позиции с дебюта. И для меня большая загадка была дальнейшее движение Веслисо в этой партии. Особенно конечная позиция. Через несколько ходов вы ее увидите. Итак, белые контролируют поле D5. У них явная лучшая позиция. То есть огромный перевес. Компьютер вообще решающее преимущество пишет. Потому как черные никаким образом не могут организовать здесь контр-игру. Поле D5 намертво контролируется фигурами. Никаких прорывов. Ну а умелых, как известно, всегда в таких случаях достаточно одной таблетки. И в какой-то момент провести G6. Итак, ну последовал ход ладья G1. Ладья B8. Конь D5. И после некоторых движений черные попытались рыпнуться ходом F5. Однако этого тоже не помогло. Пришла пешка на F4. В дальнейшем здесь еще были некоторые изменения в позиции. Ушел слон на C1. И вот такая вот совершенно ужасающая позиция для черных возникла. Но Сергей у нас здорово всегда защищался и защищаться будет. Как говорится, бью и буду бить. Как говорил в свое время у нас один футболист. Ну а здесь мы будем защищаться и буду успешно защищаться. Вот эта позиция, конечно, абсолютно безнадежна. Слон G8. И вот в этой невероятной позиции ОСЛИСО зачем-то повторил ходы и согласился на ничью. Вместо того, чтобы просто пойти G6. И после чего, наверное, партия бы завершалась. Потому что после хода G6 следует F6. Ну и в общем-то, если ничего не путают, то вот такая концовка могла быть. Ну и самая главная партия, конечно, Вишнка на торте. Как говорят в таких случаях, партия против чемпиона мира, против Манглоса Карлсона. И Сергей играл белыми. И возник вариант Антожи. Так называемой защите Фелидора. Если я еще не путаю. Итак, ход G3 более аккуратный. Вменьшили сход с Луны в 4. Более агрессивно, более нагло. G3 спокойный, такой неторопливый ход в стиле Карпо. И возникла такая, в общем-то, стандартная игра. H3, G4. Белые провели. Черные установили коня на С5. Давление на пешку Е4. Делаются классические ходы для таких позиций. Ну, а Сергей, в общем, видно было, что знает, что здесь делать. Как расставляться. На фланге произведены были определенные изменения в структуре. Классические А4 опять включены. Ну и после маневрирования, в общем-то, белые привели коня на Ж3. Контроль над пешкой Е4. И по большому счету полностью обесточили черных. То есть черные, по сути дела, вся игра остается связана с ходом на Д5. Ныкл схода ФС8, король Х2. Естественно, пешку никто не отдает. Магнус провел на Д5. И возникла следующая структура. Е5, конь Б4. Такая партия, в общем-то, становится крайне сложной. Ферцев 2, классный ход. Б6, прикрыли коня. И с последованием ход слона Д4. Подготавливающий ход Ф5. Пешка на Е5 в этом случае уже не висит. Поэтому пришлось блокировать эту пешку. Атакованная пешка на С2. Играет ладей Е2. Защищает эту пешку. Ж6. Необходимое движение. Потому как у черных просто-напросто других ходов в этой позиции нет. И последовало взятие и подключение А4. Слон с А3 теперь готов поймать ферзя. Ферзь в нехорошем положении. Находится ход конь Е6. И находится блестящий ход ладей Ф1. Парировал таким вот ходом. Нигде не слон Е3 за хода Д4. А именно ладей Ф1. И опять-таки возобновляется угроза хода слона Х3. Вообще потрясающая по накалу позиция. Потому что казалось бы, черные здесь преуспевают. С5. Однако после хода слона Е3, Д4 следует все равно слон Х3. Де и ферзь в 3. В этот момент, конечно, в партии это высший пилотаж. То есть такую тактику не каждый может найти. И тем более на быстром контроле. Уверен, что даже и в классику обычную не каждый сможет такое осуществить. Итак, однако позиция не такая ясная. То есть несмотря на то, что лишний ферзь у белых. То есть здесь определенные трудности, конечно же, присутствуют. Но Сергей пошел вперед. Почувствовал забых крови. И в общем-то был вознагражден за мигать вперед. Ладья Д2. Король Х1. Очень сложный был момент для черных. И сыграл Магнус здесь не самым лучшим образом. ЖФ взял слон бьет и в 5. Теперь возникли проблемы с пешками. Возникли проблемы с королем. Мы видим еще атакован конь. Казалось бы, Магнус делал ставку на ход Е2. Однако после взятия-взятия и хладнокровного слона бьет Е6 выясняется, что черный беззащитный теперь. Приходится бить ладью. И после ферзь в 3 двойной удар осуществляется. На ладью и пешку Е7. Магнус защищается максимальным образом. Скоординировать движение и поставить крепость. Однако Сергей в этой партии был очень хладнокровен и очень жесток. Аж 5. Не успевают черные вернуть коня в игру. Также не успевают пешку С организовать, чтобы она подкрепляла как-то коня. То есть мы знаем, что Магнус большой спец по крепостям. По созданию крепости, однако, не в этой партии. И не сегодня, как говорится, не день Магнуса. Ж6 самый нужный момент. Взяли-взяли конь Е6. Казалось бы, уже совсем рядом. Однако следует хладнокровный ход ферзь Д5 с угрозой ферзь Ф5, либо ферзь Д7. И заставляет черных, по сути дела, в такой позиции прийти, где им приходится сдаться. Ну что же, вот такая блестящая зарисовка от Сергея. Мы надеемся, что сегодня ему удастся еще лучше выступить на третьем дне соревнований. Ну и, кто знает, давайте поглядим сейчас на таблицу после 10-го тура. Мы видим, что Сергей поднялся уже на 12-ю строчку. И всего лишь стоит минус один. Все впереди. Большой круговик весьма непредсказуем. И лишь пока нишу гири удается без поражений его проходить. Как и день лежения, если не ошибаюсь. Остальные игроки уже потерпели поражение. Пожелаем успеха нашим игрокам, прежде всего Яну Непомнящему, ну и, конечно, Петру Свидлеру. До новых встреч. С вами был Владимир Добров. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok